ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, мы просто ролик снимаем, заскакиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, всем салам алейкум, друзья. Меня зовут Ахмед, вы находитесь на канале Венглби. И сегодня у нас новый ролик с моим новым автомобилем М5F90. Сегодня мы будем кататься на М5. Я вам расскажу о своих ощущениях. Я вам расскажу о том, каково быть владельцем этого автомобиля. Потому что я уже больше недели катаюсь на этой тачке. Сразу же это видео мы начнем с перешива руля. То есть я уже не могу на этой коже ездить. Я ее не перевариваю. Самое главное в салоне это руль. Если руль красивый, то салон автоматически становится красивым. Но он у нас и так и так симпатичный. Тут М5. Написано все дела. Конячный такой цвет. Короче, не буду затягивать, не буду там кадры, мадры показывать. Резко переход сделаем, потому что я не перевариваю вот эту вот кожу. И вот это тоже мы сделаем либо в карбон, либо в черный цвет. Короче, дней 5 это все будет делаться. Тут еще химчистка, мойка, все дела. Машина очень грязная. Снаружи пока не хочу показывать. Все, делаем переход. Так, просто посмотрите на этот сосочный руль. Я же говорил, друзья, весь вид в салоне поменяется. Прям реально круто все выглядит. Здесь у нас карбончик, алькантара, нулевая отметка красного цвета. Изначально думали сделать в цвет салона, но в итоге решили сделать красного. Под старт-стоп кнопку, под вот эти вот кнопки, под приборку. Ну, короче, хорошо все сочетается. Прям очень вкусный такой руль стал. Заведем автомобиль. У нас появились, короче, такие ошибки, типа система удержания водителя, подушка загорелась. Это все из-за того, что подушку снимали и обратно надевали. Нам надо будет скинуть эти ошибки. Ну, ничего страшного, да, их скинем и все будет четко. Вот М-значок оставил, как было. В идеале было бы еще взять вот эти вот лепестки карбоновые. А вообще в идеале можно было бы вместо дерева здесь полностью сделать карбон. Ну, посмотрим. Машину помыли, сейчас покажу ее снаружи. Просто посмотрите, как она великолепно смотрится. Три девятки EVM номера уже здесь. Про банан я вам расскажу в одном из следующих роликов, друзья. Пока что чуть-чуть терпения сделайте. Но машина реально смотрится сочно. Единственное, сзади у нас получается китайская дешевая резина. Просто смотрите на этот профиль. Какой он некрасивый, мерзкий. Я хочу побыстрее поменять. Просто смотрите, как выглядят мишки и дешевая китайка. Ну, китайку тоже можно было найти с таким профилем. Но я решил, короче, не заморачиваться. Китайки чисто на этот ролик закинули, чтобы пожарить. Что мы сегодня и сделаем. Конкретно пожарим просто эту машину. Можно, в принципе, отсюда выезжать. Так, мы в городе. Смотри, смотри, что делать. Смотри, смотри, смотри. Сорвай, смотри. Смотри, как. Видел, да? Это у нас здесь, в Дагестане, вот так весело. Давай, на нем, на си. Смотри, как красиво. У нас в Дагестане немка необязательно, для того, чтобы отдавать блок. Что такое? Вот. Вот, сюда займет. Что это делаешь? Поглядь. Теперь смотри как надо Хорошо Вот это было хорошо Салам алейкум А вот и все То что ты пил незаконные Вещества растворительные Адреналайны Нашего предыдущего оператора До него только что был Его ППСники забрали Пришлось его отдать Что то не то Что то не то Я не могу понять Может быть из-за того что резина китайская Маленькая машина как то плохо управляется Да плохо управляется и я теряюсь Понял Наш оператор Снять такой Профессиональный Красивый ролик Там кадры шмадры Переключение как в форсаже Я ему говорю мы этот ролик снимем Когда я научусь нормально управлять Этим автомобилем Наша сегодняшняя задача Снять ролик Который мы назовем Вот так боком Вот здесь надпись сделать Текст такой красивый Но в названии ролика мы это писать не будем Это устное название этого ролика Потому что если в названии так написать Он не наберет просмотры Понял о чем я говорю? Видишь как мы профессионально подходим к делу У нас есть устное название ролика У нас есть заголовок У нас есть красивое описание У нас все грамотно В этом плане Руль как тебе кстати? Четко И все? Машала брат Знаете что мне нравится Именно в М5 F90 Тут дрифт такой управляемый Если ты едешь прямо на заднем приводе И не поворачиваешь руль влево вправо Машина буксует Но в то же время едет строго прямо Ты понимаешь о чем я говорю? Поехал, поехал Поехал, поехал Езжай ты Поехал Давай, давай Где он? Отом, отом Здесь да? Рядом да Где-то да? Где-то сам их не верю Вот отсюда Да-да-да Прям за нами через 2-3 машины Такая погоня я понял Они тоже Михалку ничего не включили Уже включили? Уже включили? У меня не включили А он же включил А они стопудово за нами поехали Да А он показал так колеса Да-да-да И там Мы же не видели что он хотел нас остановить Мы же не знаем Ну да, мы просто ролик снимаем Просто увидел, узнал, пальцем показал Да, мы просто ролик снимаем И заскакиваем Да Шашки по Акушинску Блядь Красава Ой, блин, аккуратно Эй, стой, 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 стой Эй, брат Эй, паркасита, брат Ты что делаешь? Ты что делаешь? Кажи, Мурат, я же тебе говорю Аккуратнее ездить Ты не понимаешь что ли? А как аккуратнее ездить на ней? Скажи, да Ну хорошо, я в свою машину не доволю, брат Скажи, аккуратно езжу Очень даже не аккуратно ты поедешь Не с красивой стороны себя показал, честно сказать Эй, машину доверили Да Да Показывай Странно, конечно Ладно, нам надо развернуться О, стоят, стоят А, нет, тогда мы не будем развернуться Не, а не вряд ли тормозы? Вот такое тоже в Дагестане можно часто увидеть Ну, мы перетылками исполним Смотри, как надо заезжать на заправку Все, все, все Красиво, красиво Рядом заправка Там впитык тоже не будем делать Сейчас аккуратненько здесь встанем Заправимся Смотри Прежде чем заправлять автомобиль Ровно руль ставим Это обязательно На нейтралку закидываем Ручник Поднимаем на парковку Ставим И потом нажимаем на кнопку старт-стоп А потом отпускаем тормоз Отстегиваем ремень безопасности И идем оплачивать Перевезти надо? Да А деньги есть? А что ты хочешь перевезти? Дай даже за 점, я тебе запах не надо putting poop Дай, давай, давай Дай, давай я тебе потом скину Я на видео записал что я это Обратно скину Ну, это там мой телефон, братан Ваша Поехала у меня ролик есть на канале 6 мы с ним вместе едем заправляться там где-то на полторы-две тысячи заправились сдачи несет хазбик ты знаешь тут кадр просто зачем об этом говорить полный ты ему где-то тысяч рублей дал ты сказал то что это от тебя это же мои деньги а теперь заправки как выезжать заправки братан вот так аккуратно выезжаешь подальше идешь чтобы тебе там эй что-нибудь такое не крикнули а то тебе придется вернуться и тебя поругают все пошел из-за того что профиль резины узкий или ни за чего не понимаю она вообще как-то не так едет на мишках она так ровно укомпонована укомплектована красиво управляемо ехала боком она это как 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 проститутка себя ведет я не знаю почему видите за выражение конечно но ну вот так вот да ой блин на этих полосиках очень аккуратно надо давать потому что чуточку опасно не могу понимаешь ну не могу она большая слишком асфальт 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 в период в не делать да да не дело ахмед скоро и большой дурак что ли ты не удержишь короче мне показалось что контент немного скучный чтобы его разбавить мы приехали вот на такую канатную дорогу на перевалах и спустимся по ней аккуратно вид имеет конечно машина просто на эту китайскую бессмертную резину посмотрите на еще осталось целый день боком дым из камера и без камеры кстати вот здесь куски резины когда бернаун делали попал ним быстрее бы сюда мишки поставить здравый вид машине придать кстати у m5 есть еще такая тема когда ты глушишь машину вентиляторы остаются включенными какое-то время они работают на мэрсе как было приходилось постоянно перед тем как заглушить машину постоять чуть-чуть чтобы машина остыла и только потом глушить а здесь жарил конкретно стал сразу заглушил ушел вентиляторы еще будут работать минуты две-три даже не просто вентиляторы а интеркулера если правильно я произнес я слышал вот сюда нельзя на руку что ты смотри на телефоне и развернет лучше сразу поставок вообще можно без руки этот разгон возьмем можно я сам пробегу давай говори говори далеко стоишь меня не слышно 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 ты говори главное говори короче на что меня хочет подписать наш уважаемый оператор уже подписал короче он предлагает сейчас сделать фотку вот здесь и он на фотошопе сделать типа мы стукнули машину мы выкладываем этот пост в инстаграм и подписываем типа на ютубе расскажем что случилось и вот на ютубе я вам сейчас рассказываю что ничего не случилось просто оператор предложил сделать фотошоп и набрать больше посмотров под этим роликом вы уж простите друзья что нам приходится вот на такие вещи идти вы по-другому не поднимаете актив а м уже надо отбивали а сколько денег отдал брали знаешь какие долги влезу вы ее взять но это его идея если чего он виноват во всем меня не надо я не хотел это делать он меня уговорил вот так вот мы ее поставили вот он сейчас здесь пощелкал ее и на фотошопе ты нормально сделаешь да четко сделать все она фотошопе сейчас делает что типа мы ее стукнули и через шелчок мы перемещаемся ко мне домой и там я показывал вам готовы пост как мы добавляем в инстаграм и смотрим там я думаю друзья знакомые начали звонить все случилось заново сказать или услышали услышали короче сейчас через счет домой перемещаемся и показываем что он там сделал я сомневаюсь что он что-то сделает я вообще сомневаюсь что мы вот это сейчас будем добавлять но чего получится то получится да сняли короче вот первая stories я добавляю посмотри вот приблизил вот я пишу сняли но я же ничего не а по ну же просто мы до с ним уже реально до сняли все я нажимаю опубликовать и теперь мы добавляем вторую stories то есть у нас вот такая вот посмотри посмотри подушка вылетела вот вот я скажу мастер фотошопа люди сейчас которые видят что мы говорим что то что это photoshop будут писать что и попали цей так далее но человек который увидит эту публикацию он даже подумать не может о том что здесь может быть photoshop и не будет соответственно присматриваться я раньше когда видел то что он делал спрашивал а потом когда узнавал что photoshop уже присматривался и понимал думал действительно это photoshop ладно давай посмотрим что просто на эти запросы смотри 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 сейчас обновиться сейчас 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 ашалей последнее время не барракатным стал брат фэйс по photoshop написал как так ашалей пишет ну ничего страшного ашалей как так ахи сам как как бывает когда мажорка монтажер тебя палит брата но если бы этот человек не знал что есть ты не видел бы твою работа он бы не не спалил идем дальше серьезно что ли спрашивают монтаж брат и подушки не выглядел он походу не увидел следующую историю знаешь что я подумал если хоть один здравый подписчик напишет и ахмед по-братски не делай так больше неприятно было своей стороны такое видеть ну то что ты чуть в заблуждение нас вел заставил переживать и так далее хоть один здравый подписчик такой напишет я никогда жизни больше такое не сделал а как-то определяешь здравый подписчик я их тайзусь дай брат всех своих хороших подписчиков я знаю а есть который всегда пишут и они здесь тоже подпиши я знаю что он значит и комментарии читаешь да конечно что я каждый комментарий что поверьте я по вечерам сажусь и каждый комментарий читаю просто есть люди которые пишут, я не удаляю, я оставляю. Понял? Есть многие там лазят, удаляют, это очищают. Я ничего не очищаю, поэтому многие думают, что я не читаю комментарии. Я все вижу, я все говно, которое вы пишете, тоже вижу, я оставляю. Пускай будет, да, но это их мнение. Хочу сказать, здравые здесь. Ребята, мы там МКК доставил, сюда подъехали, спросили, типа, помочь надо, что-то не нужно. Вы за вот это извините, конечно, но это дождем уйдет. Если дождем не уйдет, я с керфером приду, сюда и керферам. Эй, ладно, что, выедем отсюда? Бока надо отсюда выехать. Думаешь? Конечно. Какой мы кадр сделали! Ты видел, да, братан? Ой, блин, это большая скорость была, братан. Здесь, что, опасно, не чувствуешь скорость. Мы вот сто летели, чуть боком не ушли. А по ощущениям-то не так. По рельсам поехали. Резину снимем на дисках, как в такси. Давай, поехали, по рельсам. Я поеду, могу поехать. Поехать? Давай. Опа, давай, Гарри, только такие конченые. А в реке заехали и поезд не ездят. На хуй на кой суету упал. Кадр от первого лица. Я знаю, что мои подписчики любят такие кадры. Честно говоря, на трассе хорошо себя ведет машина. Такая, знаете, как проститу... Комфортная. По сравнению с бананом, конечно, намного комфортнее, но если сравнивать, я не знаю, просто с обычной дорогой иномаркой, это очень жесткая машина. Ну, а чё, а чё от неё ждать-то? Это же М-ка. Давай такую же фотку сделаем, смотришь. Какую? Парану тебя на каботе зарежу. Не, брат, ты что-то не чутишь. Едем мы, да, вот в дороге. Я ощущаю себя по кайфу. И здесь уютно в салоне. Но если сравнивать с GT-шкой, конечно, у GT-шки поинтереснее салон, именно в Фудор четвертверное. Но здесь тоже есть свой кайф. Блин, вот эти вот пару ошибочек вышло из-за того, что подушку снимали, надевали обратно. Надо будет вот этот момент, короче, скинуть все вот эти ошибки. Этим мы займёмся. Но, блин, когда в салоне снимаешь, сторисы и так далее, прям сочно выглядит, согласись? Особенно теперь, когда мы перешили руль, когда он сейчас с карбоном, со всеми делами. Быть владельцем М5F90 не так уже хреново, честно. Я думаю, они оценили, ничего такого не сделали, да, тоже? Если бы они остановили, мы бы остановились, да же? Ну, конечно, да. Вы знаете, да, его, друзья? Сейчас, сейчас. А, и салона самолыкивается. Ну, александр. Как дела? На маршрутке приехал, да. На маршрутке? Летал, пацан, ты сакушенька, где зуб. Летал, пацан, да. Чё, как у тебя настроение, как дела? 100 рублей ему дал? А, шо, он летал, я сидел. Угу. Маркетмарш, 1944 года, 1944 года. Понял, если бы понимать, что ты говоришь полностью, было бы, конечно, вообще хорошо. Чё, как тебе М5-я вообще? Как ты считаешь? Я на такой хасси был. На хасси нахуй не видел, да. Хасси? Чё, как? Бумаю, это дойдёт. Да, 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 да. Я прологодался голодную штуку. Прологодался? Может, проголодался? Да. Так, друзья, тем временем я скинул все ошибки, скинул чек, скинул всё вообще, всё. Машина на данный момент в идеальном состоянии. Осталось только резину заднюю поменять. Чё, да, она как Джонни. Сейчас мы сделаем такой быстрый старт. Как тебе? Она как ЦАГА берёт, ЦАГА на себе и улетает, а лёдится. Да. Деришь и... Тебе банан больше нравится, который у меня был? Или вот это БМВ? Ну, образца машина интересная, она улучшилась, кажется. А, ну вот, вот здраво размышляешь. А там легендарно, там легендарно было, там тоже любовь. Вот, 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 ты прям в точку сказал. Ты умный парень в Ургам, честно сказать. Вот люди говорят, что, например, банан был лучше. Мне кажется, банан не был лучше, он был круче, он был легендарнее. Ты умный парень, вот многие думают, что в Ургам глупый. На самом деле он очень даже здраво размышляет, вообще в разных ситуациях. Я его не первый день знаю, а вы только на камеру его видите и думаете, что он такой чуть странный. Это просто нифига... Машина просто сама... Какая разница, какая машина найдётся, когда машина найдётся? Ну да, по большому шету, да. Там машина легендарная была, битая, такое бомбитское состояние было. Да, и красиво, всё равно банан своеобразно красивый, мне больше нравится по внешнему. Но что он лучше сказать, это неправильно будет, мне кажется. Но мне всё равно банан больше нравится, в плане... Я бы хотел его вернуть, честно сказать. Помнишь, ты с моими номерами, три девятки, на руках держал и бегал с ними, и кричал. Ты штрафы поймал там, ты знаешь? Я оплатил эти штрафы. Зачем ты это сделал, скажи? Это заставил, хочу, не знаю. Я не знаю, не знаю, я ещё прыгал, я не знаю. Покрути, покрути, круг на один. Покрути, покрути, Урга. Так, генитик. Сколько камер хопнул? 15, 28. Нет, ну ты мне штрафы поймал тоже. Моими номерами вот так вот по городу шум поднял. Я не знаю, зачем ты это сделал, Урга. Больше так не делай, хорошо? Да, хочу, это хочу попоргать. У него в этом бабке не надо, я не давать было. Всё, хорошо, хорошо. Пургал, чтоб аварии не было, что можно с этой машиной сделать? Ты просто одна сдам пока ещё. А, то, что вот этот, а, барракад. Ты в салоне тоже хочешь что-то сделать? На этот ноутбук тоже сделал? На ноутбук? Ай, хорошо. Сахмедика тоже можешь снимать? Давай сахмедика тоже снимем. Смотри, устал, меня тащат. Ты на себя взял, короче, да? Всю эту плохую энергетику. С машины, с меня. Да-да. Просто посмотрите, да, на эту сочную задницу. Мне она очень нравится, сейчас я скажу. Чё ты улыбаешься? Ну что тебе не нравится? Посмотри, да, на вот эти вот насадки из кованого карбона. Сочно, реально интересно смотрится. Единственное, что мне здесь не нравится, то, что спойлер у нас получается кованый карбон, крыша карбон, ноздри. Ноздри у нас просто чёрный глянец. Нам надо либо всё в кованый карбон, либо всё в обычный карбон, либо всё в чёрный глянец. Я думаю, так как у нас крыша оригинал завода карбоновая, мы всё сделаем в карбон. Ну, чуть позже. Единственное, из кованого карбона оставим насадки. Насадки прям это хорошо, отдельная деталь, все дела. Спойлер, из кованого карбона переделаем в обычный карбон. Сюда обычный карбон, вот эти вот. Они бывают карбоновые, вот эти вставки. На зеркала карбоновые. Реально красиво. И может в кайс переделаем я? Чё думаешь? Нет. Всё, нет. Так, друзья, всем огромное спасибо за просмотр сегодняшнего видеоролика. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, дайте максимальную поддержку. Можете в комментариях предложить цвет для этой М5. Можем её переклеить. Спасибо вам огромное за поддержку. Спасибо огромное за положительные комментарии. Я всё читаю. Обязательно пишите, что вам понравилось, что вам не понравилось. Плохие комментарии я не удаляю. Короче, всё. Всем с вами алейкум. Поехали я ещё. Катарсы дожарю. Остаток резины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok